Идентификатор ДОИ 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 Что такое ДОИ и что под чем подразумевается. ДОИ это и есть идентификатор цифрового объекта, по-русски сокращение ИЦУ. Иногда в публикациях попадается, особенно в старых публикациях, начало 2000-х годов. Поэтому это одно и то же. Это перевод с английского языка. Это тот идентификатор, который позволяет нам всегда найти наш цифровой объект. Будь то статья, книга, страница сайта и так далее. Чем бы этот ресурс не был цифровой, без привязки к адресу, к УРУ. Это удобно. Если у нас меняется адрес нашей публикации, то она у нас не пропадает. Под научными данными в данном контексте подразумеваются любые текстовые. Здесь немножко так сокращенно на слайде написала. Это любые текстовые, мультимедийные, иные информационные ресурсы, как опубликованные, так и не опубликованные. Это, кстати, тоже важно, когда у нас что-то не опубликовано, а нам надо это процитировать. А как это сделать? Если есть дуи на этот информационный объект, его спокойно можно цитировать. Потом покажу сейчас как. И вот эти все информационные цифровые ресурсы созданы в результате или в процессе интеллектуальной деятельности и представлены в виде таких обособленных информационных объектов, пригодных для использования через сеть интернет и для их цитирования. Это могут быть и журнальные статьи, материалы, конференции, любые файлы с результатами или данными экспериментов, отчеты, авторефераты, диссертации, ВКР, дипломные работы, курсовые, учебная методическая литература тоже попадает в этот раздел. И идентификация цифровых научных данных – это присвоение информационному этому объекту уникального имени и дуи, после чего к ресурсам можно обращаться, даже не зная места его физического расположения. То есть уровень нам уже становится не нужен. Он нужен только владельцу того издания, сайта, ресурсы, где мы размещаем свой объект. И вот такая простая совершенно вещь. Основная цель вообще-то дуи, для чего он и вводился изначально, это объединяем данными в научных кругах. Иногда мы не получаем достоверной информации, иногда нам не хватает информации просто по одной простой причине. А мы все с этим, кстати, часто сталкиваемся, когда нужно найти источники по какой-либо теме, когда пишем свои статьи. То вот такой обмен данными иногда оказывается затрудненным. Он дуи был и создавался с такой целью организовать этот обмен данными в научных кругах, чтобы более упростить. Скажем так, насколько это упростило, не знаю, но тем не менее, эта вещь полезна. Эта вещь полезна и кому она особенно полезна. Во-первых, для вузов библиотек, если у них есть электронные библиотеки, есть репозитории, оцифрованные документы, созданные в цифровом виде какие-то ресурсы разных форматов, электронные версии, печатных публикаций и так далее, журналы, материалы, конференции, все это в оцифрованном виде. Для электронных библиотечных систем, естественно, да. Для издательств то же самое. На свою продукцию присваивание дуи – это и статусная вещь, и не только. И для научных репозиториев, организаций, лабораторий, где проводятся исследования, тоже полезно бы заиметь свой дуи для того, возможность, вернее, присваивать дуи на свои такие сырые научные данные, результаты экспериментов, потому что это может увеличить цитируемость и поднять престиж и статус, как самого издания или, если об издательстве говорить, организации и самого автора. Ну и, наконец, образовательные электронные ресурсы, которые мы используем в учебном процессе, онлайн-курсы, муки и так далее, кстати, на них тоже можно получать дуи. На конспекты лекции, на видео лекции, на различные иллюстративные материалы, даже на презентации, даже отдельные слайды презентации. На все это можно тоже, оказывается, получить дуи. Вот мне интересно, про журналы, книги, это мы знаем про статьи, что там присваивают дуи, все замечательно. А вот про электронные ресурсы, коллеги, кто здесь из присутствующих вообще знал об этой возможности? А может быть, кто-то и воспользовался ей. Поставьте тогда плюсики в чат, если нет, тогда минусик в чат, что там первый раз услышали, что оказывается такое можно. Ага. Ага, Надежда Николаевна у нас пока только знала. Так, кто-то знал, большинство слышится в первый раз. Да, коллеги, на все вот это можно получать дуи. Ага, Ирина Юрьевна знала. Отлично. Ну, смотрю, большинство у нас не знает, как это делается, и что это вообще можно делать. Можно делать. На что можно... Вообще, да, Вадим Юрьевич, конечно, можно получить вообще на все. Только найти, как это сделать. Если с печатными публикациями у нас гораздо проще, мы подаем свою статью в издательство или в книгу, или статью в издательство, или в издательство, или в журнал, и нам там присваивают дуи, и все. То с электронными ресурсами немножко посложнее. Можно получить этот идентификатор на любые неопубликованные цифровые материалы, ресурсы, рисунки, данные, схемы, таблиц, презентации и все на сети. Есть несколько... Вот здесь очень хорошо работают научные социальные сети. Есть несколько популярных научных социальных сетей, которыми мы, кстати, часто пользуемся. Это ResearchGate, Менделей, Академия, кто там еще... Слайдшер был, да. Сейчас не знаю, как он работает или нет. Честно говоря, давно не заглядывала. Есть и менее известные, такие как Зенода, Файкшер, Репостерс, F1000Research, и есть GitHub. Это ресурсы для обмена научным контентом. И, естественно, так как они построены по принципу таких репозиторий в социальных сетях, и мы про эти репозитории говорили уже, по-моему, Корнельского университета мы несколько раз на вебинарах рассматривали. Вот такой репозиторий, где можно размещать припринты своих статей, черновики своих статей, получать обратную связь. Вот они как раз созданы для такого общения в научных кругах, сетевого общения. Ну, естественно, выкладывая туда свои материалы, нужно понимать, что это все равно, что вы выкладываете свои материалы в Facebook или Instagram, ну, так упрощенным языком, да. Но только это социальная сеть для научных деятелей, для аспирантов, магистрантов, студентов, ученых, преподавателей и так далее. То есть круг достаточно ограниченный. Поэтому здесь имейте в виду, что, да, есть некие риски. Поэтому все, что связано с секретностью государственной и коммерческой тайны или касается персональных данных, ну, здесь очень-очень осторожно к этому относитесь. Естественно, что они все могут туда выкладывать. Но, с другой стороны, совсем без взаимодействия, без контактов мы тоже существовать не можем. Да, и хорошо бы получать обратную связь на ход своей работы, а не уже на результат. Ну, и вот для этого эти социальные сети как раз и созданы. И среди этих социальных сетей есть несколько, которые имеют право присваивать ДУИ. За счет того, что они сотрудничают с Гитхабом. А это сервис создавался как сервис для программистов, для организации командной такой, совместной работы. Ну, вот, да, Ирина Евгеньевна, сейчас дам, сейчас все будет. И вот несколько таких сервисов. Я вам сейчас очень коротко про эти три. Это прям отдельная тема, наверное, вебинара. Если будет интересно, тогда в новом году мы про соцсети прям отдельно, может быть, вебинары сделаем. И очень коротко. Научные социальные сети. Кто присваивает ДУИ? Зенодам. Так, сейчас я на него прям ссылочку еще в чат. Ссылки есть на самом слайде. Презентацию можно скачать из вкладки ресурсы. Ну, и по ходу ссылочки я вам сейчас в чат тоже размещу. Зенода – это, да, вот, что-то вроде такой социальной сети, репозиторий, который позволяет делиться любыми своими документами с присвоением им индекса идентификатора ДУИ. Это одна из самых популярных, кстати, научных сетей за границей. Очень много и часто ей пользуются. И при размещении материалов там, им уже на серверах Зенода, им как раз и присваивается идентификатор ДУИ. Можно зарегистрироваться и вот вступить в это сообщество. Да, ну, про ковид – это вот у них самая горячая, наверное, сейчас тема. И еще один такой сервис, который тоже присваивает ДУИ и относится к научным социальным сетям – это Файкшер. Вот здесь он больше всего подходит для размещения графических материалов. И так же, как и Зенода, предоставляет ДУИ-идентификатор. То есть, если у вас есть какие-то рисунки, схемы, таблицы, на которые вы… Ну, свои, конечно, естественно, не чужие. На которые вы хотели бы получить ДУИ, вот их можно размещать еще и на этот сервер, более специализирован на этом. И еще одна социальная сеть – F1000Research. Так, название просто сюда. Ссылка есть только на сайте. Да, не перенесла. Ну, она простое название и точка ком. Добавляем и просто можно будет найти или перейти из слайда. Вот эта сеть специализируется на опубликовании тоже графических материалов и в основном на презентациях. Тоже присваивает ДУИ, но присвоение в этих социальных сетях идет только в том случае, если материал соответствует их тематике. То есть, прежде чем выкладывать свои материалы, там могут быть определенные тематики, по которым присваивается ДУИ. Поэтому вот эти условия пользования сетями обязательно, перед тем, как бросаться туда, что-то размещать, пользовательские соглашения, правила поведения группы, имеет смысл заранее прочитать, ознакомиться и только после этого пользоваться. Потому что ДУИ – это, конечно, ДУИ, но материал тоже важен свой собственный. Это издательская платформа открытого доступа. Да, спасибо, Наталья Георгиевна. Вот он, вот он, наш ссылка на этот ресурс. Эта платформа поддерживает хранение и совместное использование данных. Все эти серверсы, нужно помнить, что они не имеют особого рецензирования, позволяют пользователям свою информацию публиковать бесплатно и ДУИ тоже получаем бесплатно для своих документов, наборов данных, картинок, таблиц, презентаций и так далее. Ну, главное, познакомиться только с правилами этих сервисов, их не нарушать, и тогда никто не будет гневными комментариями вас осыпать и ваши посты, скажем так, ваши материалы удалять. Но имейте в виду, что, опять же, такая бесплатность, открытость ресурсов, ну, это некая, может быть, опасность для тех материалов, которые вы туда размещаете. Если очень сильно боимся, то начните с самых простых, то, что, да, можно представить на такое всеобщее обсуждение. Но, с другой стороны, статьи мы публикуем, они публикуются в журналах, также размещаются в сети интернета, и, в принципе, вот такого характера материала можно размещать и там. Обязательно ли указывать ДУИ при публикации? Ирина Юрьевна, если вы ссылаетесь на материал, имеющий ДУИ, то да, указываем. Если это касается ссылок, вот о чем идет и речь, что вот эта вот вещь, она позволяет, использование вот этих сервисов, она позволяет, например, если мы вставляем какую-то свою разработанную нами табличку или схему, или презентацию, или видеолекцию, созданную нами, является нашим продуктом, и на него есть ДУИ, то мы вот этот источник уже можем вставить в список использованных источников, как источник, а не просто указать ссылкой в подстрочнике или, пока не ДУИ, это вроде бы неопубликованный материал. Ну, вот так вот неопубликованные материалы можно перевести в разряд цитируемых источников и списки своей литературы, вот туда их добавлять. Достаточно удобно, опять же, самоцитирование. Почему нет? Ну, это, конечно, хорошо, все, но имейте в виду, что все-таки это социальные сети. И вот для чего еще, кстати, используются вот эти ресурсы, ссылки на социальные сети вообще, там, в Фейсбуке и прочее, в научном мире, ну, как-то считается не Камильфо, да, и в публикации могут или отказать, или попросить из списка источников эти данные вынести, вот поэтому и возникли вот эти ресурсы, которые позволяют, с одной стороны, обмениваться данными и получать обратную связь в ходе работы, и в то же время, имея дуэль, вносить их в список источников. И GitHub. GitHub, он связан с этими ресурсами. Это крупнейший веб-сервис для хостинга, IT-проектов, совместной разработки, там огромное количество пользователей, миллионы в месяц, посетителей и прочее. И он расширяет свои сферы деятельности, и в 14-м году, с 14-го года у них существует вот эта возможность любому своему репозиторию присваивать идентификатор дуэль. На GitHub размещаются в основном, его используют программисты, туда размещают программные коды, скрипты и всякая прочая информация, связанная с разработками. Я не разработчик, поэтому за точность терминов не выручаюсь. Но если у вас есть какой-то код, который вы написали, и вы хотите на него получить дуэль, а не сохранить где-то у себя в копилочке в закрытом виде, но все равно посмотрят, все равно возьмут, все равно найдут, то это можно сделать и вот через эти сервисы. Либо размещая на самом GitHub, либо воспользовавшись одним из этих сервисов, очень тесно они работают с динамом кода. То есть, ну, вот с одной стороны, для информатов, для разработчиков, программистов, ну, такая хорошая новость, на эти коды тоже можно получить дуэль. И тогда, вставляя этот код, например, в свою статью, которую вы публикуете, или кусочек кода, вы на него можете давать уже ссылаться, как на источник, не опубликованный, и включать его в список своих источников. Ну, вот такая вот есть вещь. Ну, опять же, обращайте внимание, есть разные тарифные планы. Вот GitHub, он не бесплатная вещь, но у них есть любые тарифные планы для ученых-студентов. И если регистрировать, вот такая тоже хитрость, аккаунт не на личный адрес, а на академический мейл, то можно запросить бесплатный тариф. Там для индивидуальных пользователей, по-моему, можно 5 репозиториев приватных, а для организации можно до 20 приватных таких репозиториев открывать. Но, опять же, прежде чем пользоваться вот этими ресурсами, особенно оставлять адрес, свой академический адрес, свои организации, лучше все-таки согласовать это со своим руководством, чтобы не было потом никаких вопросов. Потому что GitHub, на самом деле, в плане безопасности со стороны самих разработчиков, программистов, есть разное мнение. Но это, скорее, уже тема отдельного вебинара. Мы говорим просто про Дуи. Если есть такая возможность, и вы все равно эти данные будете публиковать, то можно сделать вот так. Ну и официальный блок GitHub, где про эту возможность говорилось. Посмотрите подробнее. Я вам тоже вот эту ссылочку на эту информацию дам. Можно будет посмотреть подробнее. Ну, вот такие вот истории, связанные с Дуи. Оказывается, на любые электронные ресурсы, даже на отдельные презентации, отдельные слайды презентации, мы Дуи можем получать. И восемь причин, почему этот индекс важен, почему хорошо бы его присваивать. Ну, во-первых, первое, с чем мы сталкиваемся, это легкость, простота, удобство поиска. Достаточно ввести идентификатор в глобальных системах. Ссылочки я вам тоже сюда разместила, и сейчас тоже в чат их повторю. Да, либо Doi.org, либо DataSite.org, и тут же получаем все сведения о ресурсе его создателей. То есть нам достаточно знать только этот идентификатор. Можно также искать через поисковую строку браузера. Точно так же в поисковике вводим Doi ресурсы, и переходим к ресурсу и его описанию. Вторая причина, почему хорошо иметь Doi на своей публикации, это простота цитирования. Используя Doi, кстати, можно легко создавать описание ресурса, и использовать его дальше в списке источников. Есть такая хорошая вещь, которая называется форматор индекса Doi. Коллеги, кто-нибудь пользовался, слышал, знает про форматор. Форматор индекса Doi, который переводит индекс Doi в библиографическое описание. Ага. Делюсь. Закрытие сезона у нас наполнено открытием. Да, есть вот такая хорошая штука. Citation Crossite.org. Сейчас я вам даже покажу, как она работает, а потом дам на него ссылочку, можно взять себе на заметку. Значит, вот как эта штуковина работает, этот форматор. Ура, запустился. Вот он выглядит вот так, достаточно просто. Мы вводим сюда индекс. Ну, для простоты возьмем тот, который приведен в примере. Вот эти страшные цифры, копипастом, загоняем сюда. Дальше там всего три поля и кнопочка создать, описание. Запутаться очень сложно. Во второе мы выбираем стиль, и в третьем мы выбираем язык, на котором нам нужно представить это описание. Ну, с языками может быть проблема, потому что он все-таки англоязычный, больше под английский язык заточен. С переводами, ну, естественно, потом, как и любой генератор, любой форматор, вот такой составитель чего-то, потом все-таки нужно форматировать. Вот здесь как раз знание библиографических описаний, хотя бы основ, оно может пригодиться. Вводим, дальше выбираем стиль, который нам нужен. А вот теперь посмотрите, сколько здесь стилей. Это только на А. Там огромное количество стилей, причем они под даже один и тот же стиль, но под разные организации, он выделен отдельно. Там Гарвард Курмульского университета, Гарвард Принстонского колледжа, Гарвардский стиль, там Кембриджа или еще кого-то. И их на самом деле огромное количество. Поэтому можно выбирать из списка. И есть вообще совершенно неизвестные вот отдельных изданий, издательств, но в основном зарубежные. Хорошая новость для нас. ГОСТ 2018 есть, причем их там два или три разновидности. Поэтому надо попробовать каждую посмотреть. Попробуйте, посмотрите, выбираем. И все равно результат, который мы получаем, нужно соотносить с теми требованиями к оформлению, которые есть. Например, если мы готовим это для какого-то журнала, с теми требованиями к оформлению, которые предъявляет этот журнал. Потому что Гарвардов много, вы оформите по одному стилю, это будет Гарвард. А издатель скажет, нет, вы что-то не то сделали, это совсем не то, что нужно нам. Поэтому этот результат, смотрите, какой простой Гарвард там тоже есть. Поэтому нужно выбирать. Можно выбирать из списка, но список очень огромный, поэтому можно просто ввести, начать вводить первые три буквы, и по ним он сделает выбор. Ну вот Гарварда здесь много, лучше вот так вот вводить. И вот он пошел, вот смотрите, сколько у нас гарвардских стилей. Выбираем, например, Кингс Колледжа, и выбираем нужный язык. К английских тут вот тоже он показывает, есть две разновидности, британская и американская. И вот наше описание готово. И вот он и вы. То есть он его полностью уже приводит, бери, копируй, вставляй, загружай в свой список источников. Но опять же потом результат все-таки проверяем по методическим указаниям, чтобы у нас не было никаких неожиданностей. Вот такая вот интересная вещь. Но на самом деле позволяет очень здорово сокращать время на составление библиографических описаний, особенно по международным стилям оформления. Ссылку давать нужно? Даю. Даю. Вот она, вот она ссылка. Обратно не переводит, он только из номера ДОИ. дает все данные по статье. Но это тоже удобно для поиска. Вот такая вот и для составления списков цитирования, ссылок, оформления. Тоже это вот удобно. Еще одна. Ну и вот он здесь, кстати, тоже есть у нас на слайде. Вот мы посмотрели, как он работает вживую. Да, по российским статьям может быть, может быть, вот одну статью меня найти не удалось. Но, возможно, это связано с двумя причинами. Она опубликована в журнале, который только-только вошел в Скопус и находится еще в белом списке, но пока не индексируется, потому что у него, ну, не на чем индексировать, они только-только вошли, еще не набрали вот этот массив цитирования, массив публикации, необходимый для того, чтобы получить какой-то квартир. Поэтому, может быть, с этим связано, что этой статьи нет в форматоре. Если не находит, проверьте по doi.org. То есть вот там она есть, там я ее нахожу, а вот в форматоре он ее не находит и на русский не захотел переводить по ГОСТу 2008 ее форматировать. Ну, вот такие вещи есть, поэтому перепроверять все-таки нужно. Следующая причина – это долговременная доступность ресурса. Присвоение doi дает возможность переходить к ресурсу по уникальному вот этому номеру вне зависимости от того, как меняется его текущее местоположение. Переехал, страница изменилась, изменил свой адрес и так далее. По номеру мы всегда эту статью можем найти или этот ресурс, потому что он привязан к объекту, а не к урлу, не к адресу, который мы вводим в адресную строку. Еще один плюс, который дает нам doi – это повышение рейтинга и правообладателя, и создателя ресурсов. Такое присвоение индекса способствует попаданию в мировые индексы, в базы данных, что значительно может повысить вероятность цитирования. То есть, если у вас есть doi, и вас цитирует автор, который публикует статью где-то индексируемую в изданиях, входящих в базы Scopus или Web of Science, то это хорошо. Ваша статья попадает в эти базы, но она не индексируется, как статья, которая включена в журнал, который входит в эти базы данных. Так, немножко запутанно, но, надеюсь, понятно. Но это повышает цитируемость, это повышает внимание к вашей статье. То есть, если у вас есть doi, но вы опубликовались не в издании, которое входит в Scopus или Web of Science, в отчет по публикационной активности, уважаемые преподаватели, когда мы пишем эти отчеты, она не попадет. Но в базе, в базах этих реферативных баз она будет находиться. То есть, больше шансов, что ее увидит больше ученых, ее больше будут цитировать в таких известных журналах. И вот сами члены дата-сайт подтверждают, что где-то примерно в два раза увеличивается цитируемость после присвоения doi публикации. Ну, естественно, на качество работы это никак не влияет, и легче ее найти. Ее просто легче становится найти. Статус ресурса. Наличие такого доли показывает, что он для цитирования подготовлен, подготовлен для использования в других публикациях, научных работах. И вот сейчас пошла такая тенденция, вот был у нас вопрос, во вкладке вопрос я видела, а нет, где-то здесь в общем чате у нас был вопрос по поводу надо-не надо. Ну, вот мировое научное сообщество как-то не очень хорошо начинает относиться к статьям без doi. За счет того, что они нестабильны, их положение в интернете могут полностью исчезнуть, потеряться, а это негативным образом сказывается на индексе цитируемости автора. У вас может измениться индекс только потому, что статью найти невозможно, ссылка устарела. Да, и этот момент позволяет убрать. Ну, и фиксация авторства и новизны. Вот эта регистрация doi в таком глобальном пространстве, она дает информацию о факте появления этого цифрового объекта, этого ресурса, и объявляет его автора или правообладателя, причем не только для публикации, но и работает на исходные данные, на неопубликованные документы, на основе которых появляются какие-то публикации. То есть это указание на авторство. Это вопрос к вопросу у нас было по поводу собственности, авторского права, интеллектуальной собственности. То есть здесь больше шансов доказать свое первенство, если вдруг возникают какие-то вопросы, возникают какие-то тяжбы, не дай бог, сложности, у вас есть более весомые доказательства. То есть такая регистрация факта новизны. Ну и минимизация потерь при учете цитирования, про это мы примерно уже упоминали. Уникальное имя doi – это такая основа для учета цитирований в ведущих мировых наукометрических базах. Такой гарант точности учета и использования ресурса в других публикациях. И восьмой плюс, восьмая причина, почему хорошо бы иметь doi. А вот это, коллеги, вы к концу нашей сегодняшней встречи пожалуйста сформулируйте самостоятельно. Вот мне зачем? Нужна ли мне doi, а если нужно, то зачем? Для чего? Вот это будет наша восьмая причина. И немножко о том, как это устроено. Инфраструктура doi. Ну для начала немножечко цифр. Он присваивается с 2000 года. Началась история в 1998 году. При участии крупных международных издателей, там Джон Вэлли и Санс, многие-многие другие, вот был создан такой международный фонд doi, International Doi Foundation, IDF. И через два года уже началась регистрация первых идентификаторов для научных статей. А в 2012 году уже doi был принят как международный стандарт ИСО. Информация и документирование системы цифровых идентификаторов объектов. То есть, ну, все достаточно серьезно. И сегодня вот эта технология doi, она, в общем-то, уже обычная практика зарубежных научных издательств. Вот по цифрам, это вот последние данные с сайта самой организации фонда, с сайта doi, ну вот смотрите, более 190 миллионов объектов уже имеют этот индекс, и более 260 тысяч зарегистрированных префиксов. Хотя в 2017, в 2018 году было всего лишь 18 тысяч зарегистрированных префиксов. Ну, то есть вот такой вот громадный рост пошел. И 130 миллионов объектов. Ну, сейчас вот уже гораздо-гораздо больше. И поддерживается Международным фондом doi. Официальный сайт – это doi.org. И структура примерно, если ее представить, она может выглядеть вот так. Международный фонд doi. Есть два официальных регистратора, которые имеют право давать другим организациям, библиотекам, лабораториям, издательствам, предоставлять возможность их регистрировать в этом пространстве и давать им возможность присваивать эти индексы. Затем идут национальные. Вот они работают с национальными регистраторами. И национальные регистраторы уже организациям выдают вот эти вот суффиксы. Вот такая вот примерно структура. Ну, вот официальный сайт организации doi.org. Вот здесь можно проверять очень просто. Можно проверять наличие статьи по doi. По базам doi. Татьяна Леонидовна, смотря какой антиплагиат и какие базы у него подключены к проверке, потому что есть разные совершенно антиплагиаты. Почему разные результаты мы получаем в разных системах антиплагиата? Они проверяют по разным базам. Это по базам doi. Ну, такой единый, как бы, как скопус или web of science базы нет. И это как гиперссылка. Естественно, переходя по doi, он может либо найти, либо не найти эту статью. Она просто указывает путь. Это как короткая такая вот гиперссылка, которая привязывается только не к адресу сайта, а привязывается к самому файлу. Вот если более понятно, чтобы объяснить. И, конечно, при проверке, когда идет обработка материалов, вот мы даем ссылку, указываем doi, он, например, переходя по url, может не найти эту статью, а переходя по doi, он эту статью найти может. Ну, смотря как что подключено. Ну, в разных антиплагиатах по-разному, конечно, будет искать. И здесь достаточно просто. Вот если есть сомнения по поводу какой-то статьи, есть вопросы, там форматоры, например, показывают, что нет такой статьи. Заходим на doi.org, вводим вот сюда в поисковую строку и получаем результат, есть эта статья или нет. Да, левые doi иногда присваивают, бывает такое. Так же, как и левые рейтинги делают, о чем еще Джеффри Билл говорил в начале 2000-х. И все doi доступны для поиска вот именно на этом сайте. Все doi, которые только есть. Два основных регистратора, два агентства, которые работают с национальными регистраторами и дальше уже с организациями, это DataSite и CrossRev. Вот на них доступны для поиска только те ресурсы, doi, которым назначало именно данное агентство. Поэтому там немножко сокращенный поиск. А все-все-все, вот оно аккумулируется именно на doi.org. А там они только показывают те статьи, на которые они выдавали, которые они регистрировали. Ну вот CrossRev это официальный регистратор, уже 20 лет зарегистрирован в США. Некоммерческая организация существует на ежегодные взносы участников организаций. И взносы разные в зависимости от размера организации. Поэтому самостоятельно, конечно, не являясь издательством или изданием, или библиотекой, или организацией, зарегистрировать вот так вот не получится. Для этого вот как раз научные, вот эти социальные сети создавались. Вторая организация, которая участвует в этом процессе, это DataSite. Ассоциация или международная ассоциация DataSite. Вот она присваивает, тоже занимается присвоением doi. И точно так же работает с национальными агрегаторами, с национальными организациями, которые предоставляют возможность для регистрации doi. Кто еще может выдавать этот номер? Ну вот, например, MEDRA. Это тоже орган, который регистрирует организацию, которая регистрирует doi. Официально вошла она в этот список, по-моему, с 1 июля 2003 года. И предоставляет услуги по регистрации издательствам, научным учреждениям, исследовательским центрам, посредникам в Италии, в странах ЕС, ну и частично на мировом уровне, на международном уровне. И много, то есть это уже такой переход на национальный уровень, цифровая библиотека Калифорнии, университет Тарту, национальная научно-техническая библиотека Германии, Гарвардского университета, британская библиотека, технологический университет Цюриха и таких вот регистраторов достаточно много. Про российские. Что у нас? Что у нас? У нас на икон. Национальные центры ДУИ предоставляют услуги по предоставлению ДУИ на основе заключенных договоров. И есть сервисы для регистрации для разных видов, типов, ресурсов, проводят консультирование, обучение. Ну вот это вот задача на национальных центрах. У нас есть национальный электронный информационный консорциум НЕИКОН, который является официальным партнером Кроссреф в России и имеет полномочия, возможность предоставлять интересы и проводить оплату цифровых идентификаторов, работать с организациями. Ну более подробно с этими условиями можно познакомиться на самом сайте НЕИКОНа. Еще один из центров, который может присваивать ДУИ, это национальный центр идентификации научных данных. Это Санкт-Петербургский плитехнический университет Петра Великого. Вот они в 16-м году вступили в Международную ассоциацию DataSite и стали представителем в России. То есть это те национальные центры, которые могут присваивать, вернее, выдавать разрешение, скажем так, организациям, учреждениям, издательствам присваивать индексы. И они выступают таким посредником, решают все вопросы по взаимодействию с DataSite, с Кроссреф и Международным центром ДУИ. Так, там статьи не только англоязычные. Это я смотрю вопрос, Елена Вячеславовна не совсем поняла по поводу англоязычных статей, где там. Там везде не только англоязычные. Что в изданиях, что в форматоре, что в сервисах, в научных соцсетях. Ну, конечно, предпочтение все-таки отдается англоязычным, но почему нет. А не многовато ли, Елена Вячеславовна не поняла, кого чего не многовато. Центров, но они очень жестко структурированы, поэтому мы сами, для того, чтобы удовлетворить потребности в таком массовом присвоении ДУИ. Нет, один международный, два вот этих основных, Кроссреф и DataSite, а дальше идут уже национальные центры. То есть там жесткая такая структура и иерархия. Ну, хотя может какая-нибудь библиотека или организация напрямую заключить с Кроссрефом. Но там вопрос уже идет цены и для организации. Да, да. И для, например, издания, которые издаются, если есть издательство, например, в том же Политехе, да, но издает свои сборники. Оно может присваивать ДУИ. Мы публикуемся там и получаем ДУИ. Только с организациями, потому что, не являясь организацией, там очень сложная система сохранения вот этой... Это же не просто получил номер и все. А кто будет следить, если у нас меняется ОРЛ? А кто будет следить, если у нас изменяется страница сайта? А кто будет следить за тем, чтобы она не изменялась? Если мы сами за своим публикациям вот так следить будем, наверное, нет. Поэтому создаются национальные центры, центры издательств. Они обязаны информировать. Там целая история. Если посмотреть, какие требования предъявляются по работе с ДУИ, вот для них, легче пусть они присвоят, а я его просто получу как пользователь. Ну и вопрос ценовой, конечно. Это все не дешевое удовольствие, и это делается не бесплатно. То есть сами организации могут предоставлять бесплатно, бесплатно присваивать вот это ДУИ, а могут и брать за это деньги. Ну, некоторые издательства, они включают, например, стоимость вот этого индекса в стоимость публикации. Поэтому иногда цены могут кардинально так и очень хорошо меняться. Поэтому, да, лучше пользоваться теми возможностями, которые нам предоставляются. Кстати, одна из таких возможностей, хорошая новость для авторов, Директ Медиа, издательство Директ Медиа, с 2017 года, прямо даже информация прошла, дату точно помню, 18 января, получила такую возможность присваивать изданиям электронной библиотечной системы идентификатор ДУИ. То есть вот это вот, вот здесь это делается бесплатно. И даже для студенческих работ, вот, например, которые участвовали в конкурсе, а у нас ежегодно проходит конкурс студенческих работ, ВКР, курсовые работы, вот для них тоже присваивали ДУИ. Значит, как это можно получить? И вот здесь можно его получить бесплатно на свою публикацию. Префикс издательства я вам сразу привожу, можно проверить, он есть. Ну, всего три шага. Готовим материал, узнаем условия, связываемся с менеджером, передаем материалы и получаем публикацию, плюс все вот эти вот индексации у нас есть. И Ринцы, и УДК, ББК, и СБН, и ДУИ. Ну, ДУИ иногда сравнивают с ИСБН, как уникальный номер книги, так же и уникальный номер для цифровых объектов, это ДУИ. Ну, такая возможность сейчас в Директ Медиа есть. Как это можно сделать? Для тех, кому это интересно, нужно, и, да, кстати, презентации в PDF-файле тоже можно выложить, опубликовать в Директ Медиа, как учебный материал, например. Да, и так же они попадут в электронную библиотечную систему, в университетскую библиотеку и с присвоением номера ДУИ. Вот это не только на зарубежных сайтах, но и наши тоже, кстати, могут это делать. Ну, коллеги, если кому-то интересно, сейчас я размещу вам сейчас ссылочку сюда в чат на страничку с условиями для авторов, можно посмотреть там и напрямую связаться с менеджером проекта. Если кого-то заинтересует, вы мне во вкладку «Вопросы» напишите, я вам просто тогда почту, почтовые адреса, и можно будет уже напрямую лично с ней пообщаться. Как подать материалы, как опубликовать свою книгу и так далее. Даже конспект лекции или какую-то методичку, сборник статей студенческих, например, у нас некоторые преподаватели так публиковали статьи, получали и ДУИ, и нормальный УДК, ББК и СБН, сборник студенческих статей. Почему нет? Ну, и где-то весь этот цикл проходит полтора, месяца полтора, и все, вы счастливый обладатель публикации со всеми индексами. Наталья Георгиевна, для подписчиков это точно, да? Для не подписчиков лучше связаться с менеджером и уточнить у нее этот вопрос. Для не подписчиков ЭБС лучше лично с менеджером поговорить, а может быть и да. Издаемся. Не читатели, мы как писатели в этом случае выступаем. Но такая возможность есть. Напишите, просто узнайте, задайте вопрос. Может быть, что-то, может все меняться каждый день, поэтому раньше можно было. И по структуре ДУИ, из чего он состоит, как он выглядит. Здесь три основные части. Есть доменное имя, вот то, что пишет http.doi.org. Это вот домен, это имя. Это мы не трогаем. Сам номер. И когда мы в поисковике вводим, мы его не вводим. Мы вводим только вот то, что касается цифр. И букв после косой черты. Вот она, наша любимая слэш. Наша любимая косая черта, которая у нас в описаниях постоянно попадается. Она используется. И здесь она отделяет две составляющие. Префикс. Это код, который выдается регистрационным агентствам самой организации. Вот так, Crossref Data Sites. Когда национальные регистрационные центры. Вот когда издательство, библиотека или лаборатория подают свою заявку на участие в этом проекте. Они решают со своими центрами все вопросы. Все это регулируется. Все данные передаются. Все хорошо. И вот после этого присваивается вот эта часть. Им передается. Она называется префикс. Она неизменна. Каждая вот эта часть обозначает отдельную организацию. Скажем так, самого линейного низшего уровня. Которая имеет право выдавать дуи. Так же, как вот здесь у нас было. Да, вот префикс Direct Media. Он вот такой вот. Это то, что пишется в начале. А дальше идет суффикс. Это код самого объекта среди других этой организации. Это уже присваивается самой организации. И они могут быть разные. Здесь могут быть слова, как вот здесь. Могут быть просто цифры. Но в них тоже зашифрована информация. Часто сюда записывается название журнала или какое-то обозначение журнала или темы. Чаще всего издание. Дальше идет год. Дальше идет месяц. Номер или дата. 23-е, 2-е. И номер самой статьи, под которой она шифруется. Да, то есть здесь вот можно смотреть. Ну, вот это вот часто, очень чаще всего используется указание на год. А дальше уже по-разному записывается. Может, через точки. Могут записывать через дефис. Могут записывать вообще слитно. Но чаще всего указывается год, месяц, дата издания или номер и или номер выпуска. И самое последнее, это сам вот код самой статьи. То есть вот такую вот кодировку тоже можно прочитать. Ай, нету, Надежда Николаевна. Это не мы составляем. Это все составляет издательство. Может быть, у них внутреннее что-то есть. До этого я еще не добралась. Как там у них они это генерируют? Но, может быть, и доберусь. То есть это присваивает только издательство. Это не мы, не авторы делаем. Мы этим только пользуемся. Нам просто выдают и говорят, ваш номер вот такой-то ДОИ. Все, мы его берем, используем. Елена Вячеславовна спрашивает, а как в БО указывать ДОИ? Как в источнике или есть общие рекомендации? Значит, как указывается в библиографическом описании ДОИ? Где оно встречается? Здесь та же у нас беда, с которой мы часто сталкиваемся. Вот здесь нет единого правила. Как у нас в аналитических описаниях, в библиографических описаниях идет. Сначала указываем год, потом дату, но если есть, или для журналов год, номер, дальше страницы и так далее. Здесь такого нет. Вот вы видите, кто во что гораст, а название вообще может не быть, могут быть вообще одни цифры. Поэтому указываем так, как оно есть. Вот как присвоим номер, ровно так его указываем. Иначе мы просто не сможем найти статью, если будем что-то менять. В номере ничего не меняем. Вот как он есть, так и указываем. Как в источнике, Елена Вячеславовна. Ничего не трогаем в самом номере. Это как в коде что-то поправить или в адресной строке. Попробуйте изменить адрес. Не найдете. На поиск это никак не повлияет, потому что вот это вот, это и есть как бы ссылка на сам документ, только привязанная к самому документу. И она должна воспроизводиться ровно так и писаться и указываться ровно так, как она здесь указана. Вот в этом мы ничего не трогаем. Вот как написано, так и написано. Единственное, что точно есть, вот этот самый слэш, который отделяет префикс от вот этого суффикса. Вот эти две части разделяет. Вот это обязательно должно быть. А здесь уже может быть по-разному. Здесь как есть, так и пишем. Кстати, о библиографических описаниях. Куда мы указываем DOE? Он относится сейчас уже по ГОСТу 2018. Это область идентификатора ресурса и условий доступности. Вот сюда вносятся все обозначения производителей ресурса, которые они дают. Номера различной госрегистрации, ИСБН и прочее. И DOE. Вот оно входит сюда. Вот здесь на слайде я вам написала... Так, сейчас напишу 5 в новом ГОСТе. Это пункт 5.9. Так, 5.9. Что у нас там? 3.1. Это вот пункт в новом ГОСТе 2018-го, где про эту область идет речь и упоминается DOE. Ну так, чтобы можно было посмотреть в нашем основном документе. Где место DOE в библиографическом описании, например, статьи из электронного журнала. Он ставится вот сюда. Вот здесь. Перед текстом. И потом у нас идет уже URL. То есть вот в начало у нас вот сюда вносится DOE. Потому что он относится к самой статье. И его ставят вот сюда. И по DOE, скопусу, ВОСу и Ринцу. Вот эти вот базы, в которой и URL, и DOE. Да, Елена Вячеславовна, указывается и URL, и DOE. Если есть и то, и другое. Но иногда, иногда оставляют только DOE. И от URL, я думаю, что в конце концов все-таки отойдут. Когда DOE займет лидирующая позиция. Но пока, пока прописываем это и другое. Ключевое слово в библиографическое описание. В поисковик, если будете вводить, то вот ГОСТ 2018, библиографическое описание. Кстати, у нас есть группа «Библиография для не библиографов» в Фейсбуке. И если нужно, я туда вот такие документы просто можно написать. Я его тогда просто выложу для всеобщего обострения. Там где-то он у нас тоже был выложен. Есть полный вариант. Потому что мне как-то говорили, что стали попадаться урезанные варианты ГОСТа. Нет, у нас полный вариант. Поэтому, если не найдете, к нам в группу приходите. Я его тогда туда выложу. Можно будет скачать и забрать. И DOE индексирование в этих реферативных базах. Всегда ли наличие DOE автоматически говорит о том, что наша статья индексируется в этих базах данных? Нет, не всегда. Но обратное верно. Статьи и в журналах, которые индексируются в базах данных, они, как правило, теперь им уже присваиваются в обязательном порядке. Хотя это добровольное, но нет ничего более добровольного, чем обязательное. В обязательном порядке им присваивается DOE. То есть, если она есть в скупусе в App of Science или в RINCE, то DOE у них, скорее всего, точно будет. А вот наоборот, это не работает. Если есть DOE, это не значит, что статья есть в этих базах данных. Вернее, она индексируется и отслеживается. Вот, например, есть статья Елены Ивановны Григорьевой. У нее есть DOE. Вот оно. Но значит ли это, что эта статья есть в скупсовском журнале? А вот мы просто набираем, хотим проверить, можно набрать сюда, проверить, во-первых, есть ли и присвоен ли этот номер этой статье. И как только мы на DOE.org вводим этот индекс, он нас сразу отправляет на журнал, в котором находится эта статья. Да, значит, да, вот она есть, вот полный текст, вот она наша статья. Да, мы ее можем прочитать, мы можем получить полные сведения о самом издании. Да, можно даже вот онлайн читать ее отсюда. Вот это тоже, кстати, очень удобно для поиска. Но, если мы открываем в Ринце карточку самого социологического журнала, да, мы видим, что в скупусе он присутствует. Да и есть. Да, но означает ли это всегда, что оно будет вот так? Нет, не всегда. Вот еще одна статья. Там просто так совпало. И там, и там она присутствует. Вот еще одна статья. Статья в журнале «Дифференциальные уравнения». Страшная вещь, математику с детства боюсь панически. Дуи у нее есть. Все замечательно. Значит, по аналогии с предыдущей статьей, в скупусе она тоже должна быть. Смотрим информацию о самом карточку журнала. Смотрим в Ринце саму информацию о журнале. А вот смотрите, в скупусе ее нет. Этого журнала. Значит, эта статья, имея даже Дуи, она в скупусе не индексируется. И в зачет преподавателю публикационной активности, как публикация в скупусе, она не пойдет. Хотя, если эту статью по Дуи найдет кто-то из ученых, авторов, который пишет статью в скупусовское издание. Он ее опубликует, даст ссылку на эту статью. То вот эта статья, она попадет в скупусовскую базу. Но там есть отдельный кусочек, да, отдельная коллекция для вот таких вот статей, которые имеют Дуи, которые цитируются. Вот там оно будет учитываться. Но она не засчитывается, как скупусовская публикация. Вот эта статья нашего автора, как скупусовская публикация, она не пойдет. Но в базе скупуса она будет. Ну вот такая вот интересная штука. А вот теперь смотрите, коллеги, какая есть еще интересная вещь. Когда вы собираетесь размещать статью в журнале, который присваивает Дуи. Кстати, эта информация должна быть на сайте издательства. Вот почему еще очень удобно. Зная, например, префикс, можно найти само издание и вообще посмотреть оно как. Скупусовская, нескопусовская, получить всю информацию. Либо через РИНС. Вот смотрите. Вот этот журнал, чтобы попасть точно в скопусовские издания, раз уж мы про публикации заговорили. Вот этот журнал русскоязычный. В скопусе его нет. Но у него есть переводная версия. Вот обращайте внимание, есть ли переводные версии одного и того же журнала. На карточке журнала в РИНС это легко увидеть. И вот тогда, перейдя на карточку переводной версии, смотрите, какая чудесная вещь. А вот это издание полностью аналогично, но на английском языке. Оно уже скопусовское. Вот если автор потрудится перевести статью на английский язык и опубликует ее в том же журнале, но в переводной версии, а не в оригинальной, то у него уже будет скопусовская публикация. Поэтому выбирая место для публикации, обращайте на это внимание. И ровно так же, когда вы, например, по ДОИ находите какую-то статью, выходите через ДОИ.орг на сайт этого издания, смотрите, является ли оно скопусовским. А сейчас преподаватели все чаще требуют скопусовские и ВОСовские издания, публикации. Вот это тоже такая маленькая фишка, которую мы иногда забываем смотреть переводные версии. Они как раз могут оказаться скопусовские. Ну и на какие объекты можно получить ДОИ? Ну вот они, вот они здесь, примерный список, он перечислен на что можно получить ДОИ, воспользовавшись одним из способов. А способов у нас мы рассмотрели сегодня несколько. Это и через, публикуясь в изданиях, которые имеют право присваивать ДОИ, это через организации, это используя возможности, например, издать из таких как электронных библиотечных систем, таких как Директ Медиа, либо через научные социальные сети. Ну вот несколько вариантов, и это еще, конечно, не все, но вот самое основное, как можно получить ДОИ. Ну и последний вопрос, да, восьмая причина присвоить индекс ДОИ. Требовать написать в чат не буду, я понимаю, что можно подумать, кто хочет, может написать, нужно ли вам ДОИ, и если нужно, то вот какова эта восьмая волшебная причина для вас, зачем он вам нужен, и зачем мы им будем пользоваться. Если затрудняемся, можно будет потом написать, поделиться своими ощущениями. Библиограф, читатель, автор, прямая связь читателей с автором, с его научной работой, да, а почему знак вопроса, Ирина Юрьевна? Конечно, без него теперь никак, Вадим Ильич, пока еще местами можно. Конечно, да, но, скорее всего, вот эта вот добровольность, она переходит в разряд обязательности. Ну, начинают изменять требования к самим изданиям, издания начинают изменяться под это, и мы, конечно, нам приходится этому тоже соответствовать как авторам. Ага, отлично. И, коллеги, мы сейчас с вами подошли уже к завершению нашей сегодняшней встречи. Ссылки на... был вопрос, как найти в Фейсбуке. Сейчас я вам дам две ссылки на группу в Фейсбуке «Библиография для небиблиографов» и для тех, кому интересно получение ДОИ. Это ссылка на Директ Медиа, на страничку сайта, где можно узнать об условиях, связаться, найти контакты. В Фейсбуке меня найти легко, по имени, фамилии можно набрать, можно просто вот зайти в группу, и там мы уже находимся. Там уже находимся. И, коллеги, пока не расходимся, я сейчас пока буду готовить ваши сертификаты и вам их выдавать, так как я сегодня един во всех лицах, начиная техподдержки, заканчивая организационными вопросами. Ой, Надежда Николаевна, и не говорите. Я вам сейчас открою один слайдик и попрошу вас просто в чат выбрать темы и скажу, чего с ним сделать. Да, Елена Николаевна, могло-могло не дойти, были сборы с почтой. Я еще раз сегодня и завтра буду все перепроверять, не волнуйтесь, если кому-то чего-то не дошло по почте. Сейчас, слава Богу, вроде все настроилось, я вам перешлю, не волнуйтесь, все будет хорошо. Все нормально. Елена Еревна, знаки, это нормально. Да, был у нас вопрос Надежды Николаевны, вы нужны как-то Ломоносову, Менделееву и Эйнштейну без Дуи, и без Дуи, и без Копусов, и без Хиршев. Ну вот так. Что делать, коллеги? Если такова ситуация, надо как-то к ней учиться приспосабливаться, но не переставать быть Менделеевыми. И, коллеги, одна маленькая просьба, вот это темы, вот слайд я вам сейчас открываю, здесь 15 тем, это 15 вебинаров, которые у нас прошли в серии «Библиография для небиблиографов» в этом году. Я вас попрошу сделать одну простую вещь. Пока я делаю вам сертификаты, выдаю, посмотрите, пожалуйста, эти темы и поставьте прямо номера через запятую, номера тем, которые наиболее интересны, или на которые хотелось бы послушать в следующем году. Естественно, что-то будет меняться, не совсем уж прямо одно и то же. То есть те темы, которые вам более интересны, о которых хотелось бы, чтобы были вебинары в следующем учебном году. Если есть что-то свое, свои пожелания, тоже, пожалуйста, напишите в чат. Для меня это очень важно, потому что мне хочется, чтобы это было максимально полезно для вас. Не только интересно, но и полезно, и удовлетворяло ваши какие-то вопросы, запросы и потребности. Только темы, пожалуйста, пишите через запятую, потому что у нас есть двузначные, да, есть из двух цифр и из одной цифры. Между ними просто запятую поставьте, чтобы мне легче было ориентироваться. Ага, а я сейчас на секундочку удаляюсь для выдачи вам сертификатов. Без сертификатов у нас сегодня никто не уйдет. Без выданных. Без сертификатов. Без сертификатов. Без сертификатов. Продолжение следует... Сертификаты выданы. Елена Вячеславовна, все равно вопросов много. Вопросов много. Сертификаты выданы. Сейчас вам дам ссылочку на страницу выдачи сертификатов. Вот она. Этот слайд я сейчас пока оставлю. Можно будет свои варианты еще сейчас дописывать. Не волнуйтесь. И напоминаю коллеге, курс по библиографии для небиблиографов. Первый запуск у нас прошел в январе. И вот повторять его будем 17 ноября. Пока еще лендинг, даты там не стоят, но основную программу и написать, например, форму, заполнить форму, оставить свою заявку или задать вопрос автору можно по этой ссылке уже. А потом всех, кто отметился, мы уже проинформируем о точной дате начала курса. И будем периодически держать вас в курсе дела. На курсе мы как раз практически все отрабатываем, то, о чем говорим на вебинарах. Ну что ж, коллеги, на этом я сейчас заканчиваю. Кто не скачал презентацию, забирайте из вкладки ресурсы. Всем хорошего настроения. Не забудьте даже также забрать свои сертификаты. Всем хорошего настроения, всем удачного дня, крепкого здоровья. Берегите, пожалуйста, себя. Нам нужно встретиться обязательно в будущем учебном году, в сентябре. И продолжить нашу тему знакомства с обширной планетой библиографии. Пусть мы не библиографы, но мы с ней все-таки познакомимся и освоим ее как следует. Всем большое спасибо за вопросы, за такую активную работу сегодня в чате. Напоминаю, коллеги, у нас сегодня в 2 часа второй тоже очень интересный вебинар. С новым дебютантом-спикером, который уже готовится к встрече. Поэтому тоже можно прийти, поучаствовать, поддержать начинающего спикера, но очень опытного и профессионального человека. На этом я сейчас заканчиваю. Перебираюсь в другую аудиторию для проведения следующего вебинара. Вера Валерьевна, ну вот, да, тем более заходите. Всем счастливо, еще раз всем хорошего настроения, здоровья, берегите себя и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok